Чёрная-чёрная рука в чёрном-чёрном гробу Ехала по чёрной дороге Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам про Хэллоуин в Англии Я расскажу вам только о своём опыте, о том, как проходил Хэллоуин в моей жизни в Лондоне Если вы уже успели заметить, я абсолютно не клубный человек Никогда не отмечала этот праздник со своими друзьями, кто ходил по ночным клубам Это абсолютно не мой тип развлечений Но вы уже заметили, у меня очень много различных других мероприятий, которые я с удовольствием посещаю А так, чтобы просто тусить по клубам, выпивать и общаться с людьми Я могу и просто с кем-то встретиться и посидеть в пабе, например Нет у меня такой культуры празднования каких-либо событий в ночных клубах Да и, естественно, жизнь няни — это абсолютно другая жизнь Ты, в принципе, должен находиться дома с детьми по вечерам и по ночам Ну так вот, как проходил мой Хэллоуин в Лондоне, я рассказываю сейчас Впервые этот праздник я узрела, так скажем, вообще в своей жизни В 2011 году, это был мой первый год проживания Но я не так уж сильно уцепила, что конкретно происходит, что англичане делают в Лондоне Меня, я тогда работала на компанию My People Отправили снимать репортаж наших русских людей Которые протестовали напротив российского посольства Требуя освободить Ходорковского То есть там целое шоу устроил Евгений Чичваркин, если вы такого помните Он нарядился в царя и там с плакатами «Трик-о-трик» Кстати, у него был «Трик-о-трик» написано И два портрета Путина в фиолетовом и в красном цвете, по-моему Я не поняла конкретно, что он хотел этим сказать Но другие плакаты люди держали, что они требуют освободить Ходорковского Ну что-то такое Я конкретно на тот момент вообще ничего не понимала Что происходит, зачем меня сюда отправили Ну как бы русские новости поехала и сняла Вот как это выглядело Дальше я отправила этот репортаж в Москву И там уже они сами куда-то публиковали А я сделала свое дело И по пути мне встречались какие-то ряженые люди Ну не так много То есть я подумала, что в Англии не так уж и распространен этот праздник Хэллоуин В принципе, на самом деле так Как в Америке По крайней мере, по фильмам, что мы знаем Может быть, в Америке не так уж он празднуется, как в Англии Честно говоря, не знаю Но в 2012 году я уже была хаускипером и по совместительству няней И мне пришлось вот как раз в канун Хэллоуина сидеть с двумя маленькими девочками дома И к нам приходили гости То есть вот основная суть праздника Хэллоуин Что я заметила Особенно в дорогих районах, где люди богатые живут Там в основном это все организовано для детей Дети ходят по соседям своим ближайшим и собирают конфетки И вот там вот они как раз и произносят Трик о трит Трит это дай конфетку означает То есть дай какую-то сладость, иначе мы над тобой подшутим Что означает трик Ну подшутить, подколоть, что-то такое Ну и естественно все семьи, которые с детьми готовы уже целую коробку конфет распаковывают И в такую специальную корзиночку кладут, родители сделали для нас И мы, лично я, открывала дверь Приходили такие просто шикарно наряженные детки Ну где-то в возрасте от трех до аж 12 где-то лет И вот так вот они выпрашивали конфетки Была одна такая группа маленьких детей И там буквально три годика, по-моему, девочка была Я уж не помню, во что она была наряжена, но очень красивые костюмы, конечно Я говорю, ну возьми побольше конфеток Там разрешалось одну взять Она такая смотрит, типа можно? Я говорю, возьми, возьми Она прямо такую пятерню туда в корзину засунула и вытащила Ну не знаю, штук пять своей маленькой пятерней И такая еще, еще пытается тянуть Я говорю, ну все, пока хватит Это, конечно, очень сильно напрягало Практически каждые 10 минут к нам кто-то приходил на порог И вот так вот просил конфетки И когда тебе звонят в дом, ты как бы обязан открыть И угостить детей вот такими вот сладостями Но когда конфеты заканчивались, мы выключали свет И типа никого нет дома уже, когда нам звонили, мы не открывали Естественно, конечно же, накануне, практически уже с начала октября Во всех магазинах, это прямо маркетинг Появляются тыквы какие-то, ведьмы Я не знаю, все от сережек до костюмов Всяких, ну, сказочных персонажей Там привидения, ведьмы Ну, бабы-яги у них нет Ну, мы бы сделали что-то такое Ну, в общем, все, во что они могут себя оформить Ну, девушки в основном наряжались в какие-то витчесы То есть это ведьмы Какие-то такие шляпы с наконечниками, знаете Такими, как у Гарри Поттера Ну, и платьишки, и что-то, может быть, на лице изображали Я вот сегодня тоже ярко накрасилась Ну, как получится, посмотрим А мужчины, ну, в каких-то, наверное, Фредди Крюгеров Я даже не знаю Я вот в этой теме не совсем Я уже показывала про то, как они наряжаются на зомби-день Который проходит где-то в начале октября Вот там, смотрите Какие они, вот прямо уголь на выдумку хитра Какие наряды, что они творят со своими лицами Как они вообще Вообще вот этот вот бизнес у них очень сильно развит А также, естественно, все дома, которые принимают участие Особенно в западном Лондоне Там очень много богатых людей живет И они могут тебе позволить украсить их паутиной Пауками Смертью с косой В общем, очень много разной Интересной придумки, задумки дизайнерской Практически у каждого порога, у каждого дома Вот я когда жила на Эрскорте Там в районе вот Кенсингтона Очень много было таких домов Я даже один раз взяла камеру и пошла снимать это Ну, естественно, тогда я снимала только фотографии Поэтому вот то, что есть, показываю Тыква Это, конечно, отдельная и самая любимая история Вообще всего праздника Хэллоуин Они делают Казан Это как раз вот вырезание по дереву Или по тыкве Или еще что-то Каких-то фигурок И каких-то трафаретов И вот такие тоже дизайнерские тыквы бывают Что мама не горю Естественно, они туда под вечер кладут свечку И зажигают В основном тыкву они выставляют перед порогом И вот так вот ходишь по Лондону Смотришь На многих крылечках стоят такие тыквы Или в окне И горят вместе со свечкой Все это вот так вот Ну, в основном это, конечно, с детьми занимаются Родители, няни делают какие-то интересные личики Из этих тыкв А у меня с этими тыквами связана другая история Я люблю ходить по магазинам после Хэллоуина И собирать эти тыквы Потому что до Хэллоуина они стоят очень дорого Там в районе 5-6 фунтов А после Хэллоуина магазины, которые не продали свои тыквы Они просто выгребают их в отдельной коробке Ставят перед входом и типа забирайте бесплатно Лишь бы уж забрали Потому что они все равно сгниют А после Хэллоуина тыква вообще никому не нужна Кроме меня Мы с мамой так один раз сходили в Сейнсбурге И, по-моему, около 6 тыкв принесли Достаточно большие, крупные, хорошие Но так и не смогли их все приготовить Пару-тройку раз мы сварили из них кашу Очень сложно соскребать с них шкурку Если кто-то знает, как это делать очень быстро и легко Пишите в комментариях Это будет очень полезный совет В общем, да, тыквенную кашу мы любим Но готовить ее очень тяжело Именно в связи с тем, что ее очень тяжело чистить Ну и так по городу украшают всякие витрины, окна Также создают рекламу согласно празднику Что-то рекламируют и туда же кидают пауков И пишут спуки или еще что-то Кстати, спуки у нас напротив колледжа висела такая реклама И думаю, что же такое спуки? И там паук такой большой, по-моему, был нарисован И, ну, я тогда еще только английский учила Поэтому такая зашла в словарь, посмотрела Оказывается, это ужасный, что-то такое Нагнетающая обстановка такая Спуки переводится как страшный, ужасный Вот, так что вот так вот тоже изучала английский язык Благодаря вот таким вот праздникам Когда я училась в университетах Я так выпадала, что как раз в эти дни В канун 31-го в основном я ехала из колледжа уже И видела, что люди наряжены там в лисичек В каких-то мамочке идут с детьми Которые наряжены в каких-то гномиков Или, опять же таки, этих ведьмочек Или скелетов Тоже ходят по домам В общем, поснимать, выйти поснимать Это, конечно, хорошо бы было Но у меня не было самой камеры Потому что я училась Очень много мамочек с детьми Ходили по западному Лондону Это был, по-моему, Чизик, район Чизика И я прямо с автобуса смотрю Такие красивые детки идут Мамочки тоже наряженные там с шариками С чем только не ходили Ведьмы с метлами, смерть с косой В общем, мимо проходят такие персонажи А я сижу в автобусе У меня нету с собой камеры И я не могу ничего это снять Но, кстати, да Снимать детей нельзя в Лондоне Без разрешения родителей И лучше всего Если вы куда-то это будете выставлять То лучше всего брать вообще письменное разрешение Потому что потом могут засудить родители За то, что вы выставили в свободный интернет Их ребенка Ну, о кодексе фотографа в Англии Я расскажу попозже Я помню, что обещала об этом рассказать Очень много всяких заморочек В английском законодательстве По поводу съемки Как детей, так и различных приватных мест И вообще надо знать Что вы имеете право снимать в Англии А что нет Если когда-нибудь я еще попаду в Лондон На этот праздник Я обязательно постараюсь Поснимать побольше Детишек Людей И вообще Что происходит на Хэллоуин в Лондоне Пока на этом все Не прощаюсь с вами До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok